Всем привет, мои дорогие, мои хорошие! Рада вновь приветствовать вас на своем уютном ламповом YouTube-канале. И перед началом этого видео хочу поблагодарить всех, кто вчера высказал мне какие-то слова поддержки под моим вчерашним видео о моем фиаско на экзамене по вождению. Мне кажется, кто сейчас находится в этой же самой ситуации, они больше, чем я, понимают, как важны для нас сейчас слова поддержки. Не советы вот эти вот все. Советы свои пусть себе сами все посоветуют, потому что куда ни плюнь, все мои знакомые родились просто с рулем в руках. Сдали все с первого раза, ну край со второго, с третьего, а ты одна такая чмоня ходишь и не можешь ничего сдать. Короче говоря, мы такие с вами чмони, как показывает практика, не одни. Давайте держаться вместе, я с вами. Еще раз говорю, советы свои пусть себе сами посоветуют, а мы с вами рано или поздно сдадим. Все нормально. В общем вот, вчера под моим вот этим самым видео поступил мне вот такой комментарий от замечательной девушки Юлианы. Вот сейчас где-то здесь появится комментарий. Я решила ответить на него полноценным видео. Почему? Потому что для меня тоже в свое время было сюрпризом то, что можно просто сходить в ГАИ и бесплатно записаться самому на пересдачу, не отдавать ни копеечки денег, кровно заработанных из своего кармана. Я перелопатила весь интернет, как это можно сделать. Это было крайне трудно найти какую-либо информацию доступную. Все познавала сама эмпирическим путем на собственном опыте. И я подумала, что сейчас почему бы не опираясь на вот свой собственный опыт, это действительно полезная информация, не собрать это все в кучу и не поделиться с вами этим тайным знанием, потому что для кого-то это действительно будет полезно, я считаю. Поэтому давайте начнем. Ну, во-первых, действительно в любом отделении ГИБДД, экзаменационном, в любом городе есть такая возможность записаться на экзамен самостоятельно, без участия автошколы. И да, это действительно бесплатно, что является огромным плюсом. В то время как за пересдачу через автошколу вы отдаете автошколе каждый раз от 3 до 5 тысяч. Но это соответственно информация средний ценник по Екатеринбургу. Я считаю, что можно бесплатно записаться на пересдачу и эти же самые 3-5 тысяч отдать своему инструктору, с которым вы сейчас занимаетесь, чтобы он натаскал вас перед экзаменом. Это будет куда рациональнее и полезнее потратить деньги эти. Естественно, без обучения в автошколе вы не можете записаться на этот экзамен. Так или иначе, вам все равно нужно подтвердить, что вы проходили обучение. Предоставить вот такое вот свидетельство замечательное, которое мне выдали в автошколе. У меня вот медицинская справочка тут, что я как бы в себе, в здравом уме и твердой памяти. И вот такая вот замечательная бумажулечка, которая как бы подтверждает, что вы прошли курс обучения, что вы сдали все внутренние экзамены, но не дает вам право на вождение автомобиля. Мне эту замечательную бумажулечку выдали после того, как я сдала все внутренние экзамены в автошколе и сдала теорию в ГИБДД. То есть мне осталось подтвердить только свои навыки вождения. Я не знаю, где-то в автошколе выдают эту бумажулечку после прохождения внутренних экзаменов. И вы идете и сдаете в ГАИ еще и теорию дополнительно. Это везде по-разному. Но вот без вот этой вот бумажечки никуда, к сожалению. Конечно, если вы идете сдавать самоходом в ГИБДД, это все, конечно, замечательно. Это все бесплатно, все чудесно, расчудесно. Но и у этого способа есть свои весомые недостатки. Например, самый первый для меня недостаток – это то, что долго ждать своей очереди. Это затягивается примерно месяц-два. Особенно, если вы только подали заявление и впервые идете самоходом, вам придется 100% долго ждать, потому что будут проверять ваши документы. Первый раз я вообще ждала около двух месяцев. Но в моем случае это не было так критично, потому что вторую пересдачу в автошколе я бы ждала ровно столько же. То есть я один раз сходила, сдала с автошколой, второй раз мне поставили срок ждать два месяца, я плюнула на это дело, пошла, написала заявление в ГАИ и ждала ровно столько же. Второй достаточно весомый минус, как на мой взгляд, это то, что вам придется сдавать экзамен на том автомобиле, который вам предоставят в ГАИ. Да, это не тот автомобиль, к которому вы привыкли, на котором вы учились, который вы знаете как облупленный. Это совершенно другая машинка. Если для тех, кто учился на автомате, это, наверное, ну, как бы плюс-минус не сильно критично, то, скорее всего, для тех, кто обучается на механике, это может стать, ну, таким плюс-минус стрессовым моментом. Из минусов, ну, пожалуй, все. Наверное, еще упомяну, что в первый раз, когда я ходила сдавать самоходом, мне было страшно, потому что когда ты идешь от автошколы, там все равно как-то плюс-минус играет роль, что знакомые лица рядом с тобой, знакомые инструктора, они как-то тебя тоже поддерживают, с учениками вы уже, с которыми виделись, общаетесь. А когда ты приходишь первый раз, сидишь в этом коридоре, ждешь своей очереди, ты как напуганный, брошенный котенок просто. Ты не знаешь, что сейчас будет, что тебе сейчас скажут, кто сейчас выйдет, и вообще, как это все будет происходить. Первый раз, это как раз-таки та история про первый блин комом. Нужно просто сходить, пережить в себе эти эмоции, и уже второй раз со знанием дела идти спокойно сдавать. Отдельно вообще хочу упомянуть такой момент, что вот это все такие бредни, такие мифы насчет того, что вот инспекторам лишь бы завалить, особенно вот те, кто идут самоходом туда-сюда, у них там планы, это все такая чушь. Вот я уже на своей шкуре это испытала. Во-первых, просто потому, что с отменой автодрома сдача стала намного сложнее. Сейчас затруднились условия сдачи, люди не могут сдать, очереди копятся. Инспекторам просто невыгодно заваливать и копить вот эту вот толпу людей, которые постоянно порутся на пересдачу. Наоборот, в их же интересах побыстрее вам дать эти права, и чтобы вы сюда уже больше не шарахались, чтобы вашу морду уже просто не видеть. Извиняюсь, морда у меня, у вас лицо. Ну и давайте перейдем, наконец-то, от слов к делу. Как же все-таки отправиться на самостоятельную сдачу в ГАИ? Существует три официальных варианта. Это через письменное заявление, которое вы оставляете в экзаменационном отделе, через заявление на сайте ГИБДД и через госуслуги. Дорогие друзья, прошу прощения за эту внезапную вставку, но совсем забыла упомянуть о том, что для записи на экзамен в любое экзаменационное отделение ГИБДД совсем не обязательно прописка, как многие думают. Вы можете прописанно быть совершенно в другом городе, проживать, снимать квартиру где угодно, прописку подтверждать не нужно. И даже если вы обучались в автошколе в другом городе, ничего подтверждать не нужно. Просто оставляйте заявление. Но об этом я вам далее все расскажу. Если вы впервые идете самоходом, я вам прямо настоятельно рекомендую встать с дивана, своими ножками дойти до отделения ГИБДД, где у вас будет проводиться экзамен, и самостоятельно там написать заявление. Ничего сложного в этом нет. Вам выдают бланк, на котором пишется заявление. Там уже написано кому, какая должность и т.д. и т.п. Вы просто заполняете свои паспортные данные, обратный адрес, и пишите это заявление в свободной абсолютно форме. Отдаете его, его там обязательно рассмотрят, никуда оно не канет в лету, как у нас вот эти вот цепочки бюрократические. Нет, там все рассматривают. Вам обязательно дадут официальный ответ. Рассматривать его будут долго. Я уже как сказала, что если в первый раз идете, проявите просто терпение и ждите. Его обязательно рассмотрят. Зато у вас просто будет понимание, как это делается, и вы точно будете уверены, что ваше заявление никуда не пропадет. Соответственно, если вы оставили заявление в отделении ГАИ, то есть его там в письменном виде, все как полагается, через какое-то время на тот адрес, который вы оставляли, вам по почте придет письмо из Хогвартса, в котором будет указано время, дата проведения вашего экзамена, во сколько вам нужно прийти, и когда. Не переживайте, дождитесь этого ответа, он обязательно придет. И вы точно будете уверены, что ваше заявление рассмотрено, и вы точно будете знать все процессы, и как это все обстоит. Если вы пойдете уже на второй, на третий раз, уже можно заявление заполнить на сайте, на сайте ГИБДД вашего отделения экзаменационного, соответственно, в разделе обращения. Также пишите обращение в свободной форме. Рекомендую свое первое письменное заявление зафоткать, чтобы там в шапке у вас была должность и фамилия, имя, отчество, кому вы это заявление писали, потому что, как правило, на сайте требуют, опять же, в форме обращения написать должность того, кому вы это заявление пишете, фамилия, имя, отчество, а найти в интернете эти данные, их очень тяжело, это практически нереально. Поэтому фоткайте обязательно это заявление и сохраняйте до того момента, пока не сдадите. Ну и третья форма, это через госуслуги. Она действительно где-то существует и как гласят мифы, там даже можно записаться на удобное для вас время выбрать и даже удобный для вас день. То есть, если вы хотите сдавать в субботу, вы можете записаться на субботу. Конечно, не везде эта фича работает. В моем случае я записалась действительно через госуслуги. И не надо мне сейчас говорить, что, Надя, ты записалась на выдачу права, заплатила госпошлину, это не было записи на экзамен. Нет. Посмотрите, что у меня вот здесь было написано в скобочках проведение экзамена, наваждение, там что-то такое должно написано быть, какая-то формулировка. Короче, я записалась, я пришла в свое время по записи назначенным. И что вы думаете? Меня развернули, сказали, нет, у нас это не действует. Вы записались и оплатили госпошлину на получение водительского удостоверения. Так что идите и через письменное заявление, либо через сайт. То есть, мне предложили два вот этих варианта. Говорят, говорят, что кур дает. Нет, говорят, что в других городах эта фича с госуслугами работает, но у нас в Екатеринбурге, как оказалось, нет. Поэтому, либо ножками, ножками это прям приоритетнее, это я прям рекомендую прогуляться до экзаменационного отделения или на сайте. Собственно, вот сдавать самоходом не страшно. Говорю, страшно было мне только в первый раз, во второй раз не страшно. Все инспектора достаточно доброжелательны, к вам настроены. В общем, вот процедура достаточно несложная, процедура простая. На своем опыте могу сказать, что абсолютно разницы нет никакой, что вы сдаете с автошколы, что вы сдаете без автошколы, просто вы не платите эти бешеные деньги. Но моей памяти, когда я первый раз шла сдавать с автошколой, девушка, курсант из этой же автошколы рассказывала, что она стоит на пересдачу в восьмой раз и каждый раз она платила деньги. Ну, три умножьте на восемь и поймите, сколько она из своего кармана уже этих денег выложила. А тут вы спокойно, бесплатно просто приходите и сдаете. Да, да, нет, нет. Все, развернулись, ушли. Дальше готовитесь себе спокойно. Не бойтесь, пробуйте. На автошколе мир совершенно не сошелся клином. Все инспектора настроены к вам доброжелательно. Еще раз объясню, потому что у них свои работы вот, вот и вот. Никого не стоит задача вас завалить. Поэтому надеюсь, что эта информация будет для вас полезной. Если какие-то вопросы появятся, обязательно пишите, я отвечу на них. И на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Всех целую, обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok